Привет! В эфире программа StudLife, программа о настоящей студенческой жизни. На прошлой неделе я так и не съездила в Москву, не совершила грандиозного шопинга и так и не начала бегать по утрам. Но зато сходила на концерт иностранных студентов нашего технолога и посетила французский клуб. Не перестаем напоминать всему прогрессивному человечеству о том, что в этом году технолог отмечает юбилей. Весь год. Возраст обязывает. 60 лет. И хотя все торжества уже позади, ощущение праздника остается до сих пор отчасти благодаря выпущенной специальной к юбилею книге «Мой технолог». Это уникальное издание, которое сразу окрестили хронологией университета. «Мой технолог» — это 60 художественных очерков о замечательных людях, работающих в ВУЗе. Среди них как видны известные ученые, так и молодые специалисты, творящие новейшую историю университета. Кроме того, «Мой технолог» — это цветное, богато иллюстрированное издание, свыше тысячи фотографий из архива ВУЗа и частных коллекций. Также в книге статьи и об институтах и кафедрах технолога, о науке и инновациях, культурной и спортивной жизни университета, международной деятельности и сотрудничестве. Самое главное, что в ней чувствуется необыкновенно теплое отношение к ВУЗу. Оно на каждой странице. Открыть для себя свой технолог вы сможете, познакомившись с этой книгой. Она ждет вас в научно-технической библиотеке БГТУ Минишухова. Несколько лет назад в нашем университете был открыт клуб французского языка «Кафе Франце». Традиционно к нам по обмену приезжают преподаватели из Франции. Вы уже видели Ларри, Бетти и Ализе. В этом году к нам приехала Катрин. И сейчас мы у нее узнаем, что такое «Кафе Франце» и с чем его едят. Привет, Катрин. Расскажи, что это за клуб и чем вы здесь занимаетесь? Вот у нас здесь есть французский клуб. Это открыто всем, все могут прийти. И я просто каждую неделю готовлю что-нибудь нового и интересного для студентов, которые хотят узнать побольше о Франции и французской культуре. Мы здесь разговариваем по-французски, мы спутерим фильмы, мы играем. Катрин, вот я не знаю французский язык. И как долго мне придется его учить, для того, чтобы я смог прийти к вам сюда и здесь с вами пообщаться? Ну, в принципе, это открыто всем, которые хотят прийти. Но, конечно, у нас побольше всего людей, которые сюда приходят. У них уже хороший уровень, у нас тоже люди, для которых французский язык – это родный язык. Где можно узнать информацию о «Кафе Франце»? Можно узнать информацию в интернете, у нас есть группа на Фейсбуке и на ВКонтакте. И, в принципе, все знают, что мы встречаемся каждую пятницу в 18 в Международном центре. Но люди могут тоже регистрироваться на группах, чтобы узнать, о чем будет следующая встреча. Я хожу в этот клуб, наверное, месяца два. Я узнал об этом клубе от моего друга хорошего. Мне нравится сюда ходить, потому что здесь великолепная, очаровательная Катрин. Говорит на французском языке. Очень много тем интересных рассматривается. Это отличная возможность для меня и для многих здесь повторить то, что мы забыли на французском языке, пообщаться. Ну и просто хорошая возможность поговорить на французском языке в кругу очень приятных людей. Я русский бы выучил только за то, а действительно за что? И почему так много иностранцев стремятся за образованием в нашу страну и изучают наш с вами родной язык? Ответы на эти вопросы знают преподаватели подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ Минишухова. Здесь учатся студенты из стран Азии, Африки, Латинской Америки. Учатся в основном они русскому языку, который в дальнейшем становится фундаментом для получения профессиональных знаний. Причем у разных народов овладевать великим и могучим выходит по-разному. Мы можем сказать, что более быстро изучают язык, конечно, наши славянские народы. Сербы приезжают, они гораздо быстрее схватывают язык. Ну, из африканских быстрее арабские студенты схватывают. Ну, в принципе, у всех есть свои какие-то трудные места. Например, студенты из Китая прекрасно пишут, но не говорят. У них есть языковой барьер. Студенты арабские быстро начинают говорить, но говорят с ошибками. Африканцы говорят медленнее, но без ошибок. Иностранцев на подфаке не только обучают, но еще и воспитывают. Разъясняют одну простую мысль. Несмотря на множественные различия в национальностях, культуре, религии, подготовительный факультет – это одна интернациональная семья. А есть отличия вообще от России и от Афганистана? Да, конечно, есть много. И скажешь что-нибудь? Ну, как-то, я думаю, культуры разные сначала. И потом погода как-то… В России очень холодно. Традиционными стали на подфаке фестивали национальных культур. Творческие праздники, где студенты говорят на языках музыки и пластики. Песни, танцы, энергетика и южные страсти – вот чем наполнены подобные действия. Спасибо вам, ребят, все было вот так. Вообще было прекрасно. Это наш разрубник. Такие фестивали – уникальное путешествие в различные уголки нашей планеты. Возможность больше узнать о народах ее населяющих и о тех студентах, что учатся рядом друг с другом. 30 ноября во всем мире отмечается День матери. Наш студенческий совет БГТУ имени Шухова не остался в стороне и поздравил мам с их праздником. И вот, что из этого получилось. Мам, я тебя очень-очень люблю. Мамочка, моя дорогая, любимая, я тебя очень-очень-очень сильно люблю. И я тоже решила поздравить свою маму. И поздравляю. Мамочка, я тебя люблю. С праздником! Взбодрялка! В спорткомплексе БГТУ имени Шухова проходит зональный этап всероссийского турнира по гандболу на кубок мастера спорта Советского Союза Владимира Кабанова, известного спортсмена, стоявшего у истоков развития гандбола в нашем регионе. В этой части турнира участвуют начинающие спортсмены, возраст которых не превышает 15 лет. По сути, данные состязания – это противостояние белгородской и столичной гандбольных школ. Из четырех команд три представляют Москву и Московскую область, и одна – Белгород. Сборная с дюшер номер один. По словам организаторов турнира, главная его цель – популяризация спорта среди молодежи, а также проверка сил подрастающего поколения гандболистов. Команда «Технолог Спартак» сейчас выступает в высшей лиге национального первенства, и ее главный тренер Сергей Крамской заинтересован в анализе потенциала молодого состава. Мальчишкам тяжеловато, но в каждой игре они проявляют, так сказать, и свои бойцовские качества. Самое главное, чтобы они приобрели игровую практику, чтобы они совершенствовали спортивное мастерство, с тем, чтобы потом вырасти в хороших, квалифицированных спортсменов. В следующий раз большой гандбол на площадке «Технолога» мы увидим уже в феврале. В Белгороде пройдет пятый тур чемпионата России высшей лиги. На этом все. В следующий раз увидимся с вами зимой. Хороших вам выходных и берегите своих близких. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!